Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнём, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте своё мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Когда я в начале 90-х учился на журфаке лекции по литературе средних веков, читал Степан Андреевич, доктор наук с филологического. Блестящий преподаватель, интеллигент в пятом колене, автор кучи книг и научных работ. Но выглядел не по-профессорски. Помятый костюм, короткий седой ёжик, золотая фикса во рту и отсутствующий безымянный палец на правой руке. Травма времён первых стройотрядов. Когда он пришёл читать нашему курсу первую лекцию, то в конце её сильно всех удивил, попросив каждого написать на листке бумаги с одной стороны как можно больше необычных матерных выражений, а с другой стороны жаргонно-воровских, ну, кто какие знал. Как потом оказалось для своего любимого дела. Он был известным в узких научных кругах редким спецом по уголовному фольклору, лет 20 собирая где только можно всякие замысловатые словечки, даже в зоны ездил за информацией. Ну и студентов всех он тоже регулярно опрашивал и бывало что-то новое находил. Вот такой вот дяденька. А вот и история, которая с ним приключилась в то время. Не знаю как, но в универе на Ажурфаке слухи распространялись мгновенно. Ехал он на последней электричке с Варшавского вокзала к себе в Купчино. В вагоне он один, и на следующей остановке вошли три быка. Бошки пострижены, как американский газон, пиджаки красные, штаны спортивные. Ну, все помнят типаж. Это сейчас эти ребята повзрослели и оседлали властное кресло. А тогда, видать, девятка общая поломалась. Вот они в электричку и впрыгнули. Настроение у всех никакое, ехать так просто скучно. Ну и подсели к дядьке поприставать. Молчо в карманах, делиться надо, братан без базара, в натуре ты чё не понял. И тут в ответ профессор на смеси конкретного мата и чистейшей фени высокой пробы, не используя ни одного нормального слова живого русского языка, произносит длиннейший монолог. Из его пафосной речи с большим трудом и постепенно, никогда еще не топтавшие зону спортсмены-быки, с нарастающим ужасом понимают, что только что они наехали на ровном месте на одного из самых известных криминальных авторитетов страны – знаменитого вора в законе, который прямо сейчас возвращается из мест лишения свободы. И по приказу которого завтра их обязательно найдут лучшие уголовные силы Питера, если только они прямо сейчас не извинятся перед ним в высшей степени искренне. После чего все трое с белыми лицами стали прямо в электричке на колени и просили прощения до следующей остановки, на которой просто вылетели из вагона. Вот такая вот история. Знание – сила. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.